Европейский банк. Уважаемый Карим Кожимханович и члены правительства. В 2010 году Европейский банк развития принял стратегию работы в Республике Казахстан, в которой одним из приоритетных направлений является финансирование сектора муниципальной инфраструктуры, в которой входит снабжение питьевой водой, водоснабжение и водоотведение. На протяжении последних 15 лет в водном секторе делалось очень мало капитальных инвестиций, и в целом сектор не был привлекателен для частных и иностранных инвесторов. Европейский банк в настоящее время ведет работу с Министерством экономики Республики Казахстан по разработке проектов ГЧП в городах Казахстана. В целом с 1996 года по настоящий момент ЕВРР реализовал 192 проекта в различных странах операции на общую сумму 10,5 миллиардов долларов США. При этом около 80% из этих 10 миллиардов долларов США было вложено частными инвесторами. Конкретно в Казахстане мы сейчас реализуем два проекта. В городе Шымкенте мы предоставили два кредита на сумму 22 миллиона евро, и в городе Актау 8,5 миллионов долларов США на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод. В целом более 35 миллионов человек в странах операции ЕВРР пользуются муниципальными услугами, улучшенными за счет проектов, поддержанных ЕВРР. Основное преимущество привлечения ЕВРР на проекты в секторе водоснабжения и водоотведения заключается в том, что мы помогаем привлечь частных инвесторов в данный сектор. Например, исходя из нашего опыта в России, частные инвестиции в водный сектор составили 80% от стоимости проектов. Банк может направить значительные кадровые ресурсы на мероприятия по подготовке проектов ГЧП, софинансировать проекты ГЧП за счет грантов. Банк будет также работать с консультантами по структурированию проектов. Он может помочь организовать роудшоу в Лондоне для привлечения иностранных инвесторов. В целом ЕВРР может взять на себя лидирующую роль при финансировании консессионеров и инвесторов после проведения соответствующих тендеров. В разных странах операции мы произвели очень много инвестиций. Например, в городе Загреб 170 миллионов евро на сооружение очистки сточных вод. В городе Таллинн в Эстонии мы произвели приватизацию водоканалов. В городе Софии мы произвели финансирование системы водоснабжения. В России, в городе Санкт-Петербург мы произвели финансирование очистных сооружений. Например, в Российской Федерации Росводоканал, частный российский оператор, получил от нас 60 миллионов долларов США. Мы полностью помогли подготовить для них пакет соглашений ГЧП. Это арендные инвестиционные соглашения. И в настоящее время компания успешно оперирует в разных городах, таких как Тверь, Калуга, Тюмень, Краснодарск, Омск. В целом, для успешного проведения проекта в ГЧП необходимо заключение договора контракта, присуждение данного договора контракта инвесторам через открытый тендер, желательно международный тендер. Контракт должен быть сбалансированный и в равной степени защищать интересы города и частного оператора и соответствовать наилучшей мировой практике. Необходимо также вовлечение в подготовку местных и международных консультантов технических, финансовых и юридических. Необходимо также правильное распределение рисков между городом и частным оператором через установление сбалансированных тарифов. Необходимо также тестировать рынок. В случае, если тарифы будут слишком высоки для населения, то возможны субсидии от государства для малоимущих слоев населения. Что предлагает ЕБРР в Казахстане? 18 апреля на Совете директоров ЕБРР был одобрен проект, который будет работать в городе Семей Тарас Казаларда Атырау на общую сумму 100 миллионов долларов США. При этом около 600 тысяч евро мы предлагаем правительству Казахстана на детальную разработку ТЭО, чтобы определить необходимые инвестиции и определить уровень тарифа, который необходим для окупаемости данных проектов. Также мы проанализируем законодательную базу и определим формы ГЧП, которые подходят в водном секторе в Казахстане и разработаем полный пакет документов для проведения тендера. И далее можем подготовить тендер в каждом городе и провести его совместно с акиматами. Какие следующие шаги? Мы должны формализовать сотрудничество между правительством Казахстана, акиматами, агентством по делам строительства и ЖКХ через подписание меморандума о подготовке проектов ГЧП в пилотных городах. Далее банк предоставляет гранты на ТЭО, на финансирование технических и юридических консультантов и 500 тысяч долларов США на разработку вводной стратегии для Республики Казахстан. От правительства и соответствующих акиматов мы хотели бы получить помощь первая в установлении долгосрочных тарифов из опыта России на 15 лет и более для того, чтобы сделать данные проекты окупаемые. Проведение прозрачного открытого тендера для привлечения международных инвесторов и частичное софинансирование финансовых консультантов, которые будут работать по проектам ГЧП. Подписание меморандума о сотрудничестве мы планируем провести 21 мая во время заседания Совета акционеров Европейского банка развития в Астане, подготовить ТЭО до конца третьего квартала 2011 года, начать подготовку тендеров и ГЧП соглашения в четвертом квартале 2011 года, завершить проведение тендеров, подписать соглашения с инвесторами до конца второго квартала 2012 года.